всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле все кто случайно или специально попал либо на это мое видео которое называется история анонс плейлиста моего вы попали возможно на мой канал христолюб проповеди или голоса упившего в пустыне ну или с вами поделились или вы попали прямо на сам плейлист который так и называется история ну или история человечества истории мира как хотите на моем канале на моем канале да вы можете естественно эти раздел христолюб проповеди все по темам и я создал специально отдельный плейлист назвал я его история события знаменитые люди факты вот в этом видео сейчас на момент выхода этого анонса видео анонсы 14 февраля 2020 года всего 10 видео о которых я вам и хотел сегодня рассказать поделиться анонсировать чтобы вам проще было выбрать что вы хотите посмотреть что нет что вам интересно и так далее ну это это видео здесь естественно его пока нету она будет стоять в первом в этом плейлисте как анонсера как анонс как предисловие как угодно называйте второе видео в этом плейлисте как вы видите два последующих видео они в эфире я их только записал выставил они еще не вышли на дату выхода этого ролика эфир поэтому картиночки немножко сма закрыты но я думаю это не сильно вас напряжет первое видео которое рекомендую за этим посмотреть естественно она будет вторым по счету в плейлисте это его название история правда история где правда а где ложь чему верить в этом видео я поделюсь своими мыслями о том как я воспринимаю историю история это наше прошлое которое до нас с вами дошло в устном или каком-то материальном предании неважно это книги там цифровые сейчас носители аудио видео материалы до изображения картины все это называется материальным так скажем преданием или наоборот устное предание все что до нас доходит вот об этом я поговорю как я воспринимаю историю все факты все события человечества как я их анализирую что я принимаю что нет почему каковы критериям и отность отношения к истории без этого никуда не деться история эта часть нашей жизни да сам я христианин проповедую жизнь и учения сус христа который бог явившись во плоти несмотря на то что истину любому человеку бог открывает внутри него самого но явившись во плоти бог нам открыл его ее вот именно явно при этом я думаю что эти видео будет не без интересные человеку любых религиозных предпочтений мировоззрений даже атеистом а может быть и сатанистом всем рекомендую посмотреть второе видео которое идет по списку естественно моя рекомендация его посмотреть ну здесь сейчас вы видите циферка 2 это порядковые номера youtube выставляет их автоматически естественно этот анонс когда добавлю первым номера сдвинуться ну и со временем я могу что-то добавлять плейлист на тон и плейлист сюда ролики добавляется не по ходу не 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 так как они публикуются мной загружаются на канал а естественно их могу потом в любом порядке сортировать передвигать так как мне удобно ну на сегодняшний день вторым видео будет это я его записал она еще какой я вам сказал в премьере иначе было бы уже время стоял бы на нем какое-то определенное ну я сразу предупреждаю этот ролик но кто будет попасть смотреть в этом убедиться ролик 2 часа по моему 20 минут где что-то такое там я рассказываю как вы видите название история человечества кратко ну кратко для меня кратко для меня двухчасовые ролики это нормально вот но кратко я имел бы не то что я кратко скажу конечно же здесь я имею ввиду что кратко история человечества от а до я и для истории человечества ролик в 220 я считаю достаточно тоже кстати кратком я там начинаю и в этом видео конечно же это видео грубо делится у меня пополам может сказать и его даже нельзя сказать что одну треть я посвящаю сотворением бога небо земли на котором мы сейчас с вами живем и всего что на ней вторую половину треть треть ну если на три поделить 1 3 2 3 3 3 до что 3 3 это посвящена последним временам по книге откровения многим известно входящий в корпус нового завета всеобщего собрания книг под названием библия то я бы даже конечно сказал не так потому что из 220 час посвящена книги даже не всей книги бытие первой книги всего всего и ветхозаветного корпуса вообще общего корпуса текстов собранных под названием библия библиотека то час я посвящаю первым трем главам книги бытие второй час так скажем посвящаю я книги откровения 20 минут из которых у меня как всегда пять минут вступления пять минут послесловие вот 10 минут я все историю человечества посвящаю потому что вся она греши греши и греши да об этом я как бы образно сказал сначала много сказав о сотворении человека грех падении потом просто поговорим о том что все это ничего нового под ним вам не происходит из поколения в поколение все одно и то же да все мы проходим путь греха падения и все мы проходим путь покаяния должны по камере проходите все должны проходить путь восхождения в небесное царство я думаю что этот ролик будет не безинтересный до многого может для себя новенького открыть и узнать я вот постарался так вот записать чтобы кто впервые может быть со мной будет знакомиться через такую призму до может быть людям более интересующимся такими вещами истории всякие им будет интересно со мной и 100 информация подаю познакомиться через этот плейлист и роликов видео ролик собранных в этом плейлисте я их естественно собрал в соответствии и и в принципе несмотря на то что и дальше буду добавлять игры местами могу менять то я их буду единственно менять местами естественно куда-то новое видео вставлять в этот плейлист между какими-то видео соответственно будет изменяться порядка номера поэтому сейчас не обращайте внимание на цифры то я буду делать согласно чему исторических событий поэтому первый вот анонс 2 2 видео 2 ролика это вот просто я свое отношение мировоззрение определение прежде всего надо дать понятию история я все это в этом ролике попытался он часовой я пытался сказать вся история сейчас кратко тоже такой обзорный ролик я думаю ему самое место это почетное третье место да будет у него уже дальше я как бы резко перескакиваю на новый завет кто знает на историю нового завета я очень часто люблю называть нас людей живущих сегодня это либо христиане 21 века над когда я к христианам обращаюсь либо люди нового завета потому что кстати неважно во что вы верите вы живете всем не зря так говорим что у нас там 2020 год от рождества христова или как пытались советское время в советском союзе заменить там от новой эры да ну нового завета просто хотели от христа от неживаться но это и в общем то не получилось вот но здесь я ветхий завет пропустил не потому что я им пренебрег или еще что-то просто на этом канале христолюб проповеди его или голоса пищу в пустыне кто меня давно знает смотрит тот знает кто нет я сейчас говорю об этом здесь игру в такой свободной форме стараюсь особо не грузить какими-то текстами да то у меня есть несколько каналов один из которых и сталюб библия чтение библии иных писаний там уже мне записан целиком библия библия естественно сама является по сути сборником книг каких естественно в первую очередь это исторические книги поэтому там в общем-то и вся история особенно ветхого завета последовательно я ее прочитал и не просто смысле что я озвучил своим голосом я последовательно зачитывал эти книги со своими мыслями комментариями размеши размышлениями поэтому на данный момент сегодня вот в этом плейлисте на этом моем канале христолюб проповеди нету какого-то такого свободного ролика но из кому-то интересная история человечества в частности израильского еврейского народа по тем книгам которые собраны в для многих в известном корпусе под названием корпусе библии под названием ветхий завет пожалуйста можете обратиться на мой канал христолюб чтение библии сами и там по последовательно от начала до конца прослушать все эти книги ну а новый завет я как-то записал такой ролик отделенный или ранее христиане зарождение монашества в христианстве как раз но первые века первые три века новые нового завета новой эры новой истории ну естественно я как христианин по сути мои ролики игры не знаю насколько будет интересно язычникам там не язычникам грешникам разных религиозных конфессий людям в том числе разных религиозных христианских сект я никакой секте кто знает не принадлежу кто не знает я об этом сообщаю я свободный во христе ученик иисуса живущий по его заповедям эти заповеди проповедующим людям которые очень просты ты человек свободен избирать благо будешь избирать благо будешь вечно пребывать в радости и счастья нет будешь вечно сам страдать вот вам вся суть евангелия ибо ты человек бессмертен ролик о монашестве интересный я думаю вам будет не бесполезен и не не безотраден следующее видео которое я рекомендую которое стоит в этом списке я его назвал истории христианства они не по датам я рода ты я мог в разное время писать вот этот монастырь на новых почвах писал вот этого это этот ролик я помню в семнадцатом году и даже в семнадцатом записал сегодня двадцатый год у нас на дворе история христианства на руси ложь православия о христинизации руси девятьсот восемьдесят восьмого года князем владимиром в этом видео я на примере путешествие апостола павла одного из первых но он не был прямым учеником иисусом и вам это известно да но был его избранным сосудом я на примере его путешествий показываю что тут у лапшу эту чушь которую нам вешают ортодоксальные секты по поводу того что князь владимир вдруг решил крестить русь христианство то это конечно же ложь бред и чушь потому что русь россии современной была и так уже тысячу лет христианизирована все что сделал князь владимир это оправославил русь сделал взял византийскую религию православную секту как одну из основ и ветвей министерств своего государства который он решил строить я там все это не просто праздными словами какими-то хулительными там да я все показываю все рассказываю кому интересно посмотрите кто конечно желает во лжи пребывать то можете не смотреть значок я так и назван на значке так написал зачем русь оправославили христианская она была и и и до князя владимира уже тысячу лет следующее видео который рекомендую она такой более знаете немножко саркастической юмористической я на одну очень хорошую статейку попала православия и в принципе просто зачитывал кому интересно назвал я его евангелие кривославия ну так пар пародируя и саркастируя на православие кому интересно посмотрите вы знаете в любой шутке есть доля шутки как говорят а все остальное правда вот это это наверное народной мудростью я характеризую это видео ну как я вам сказал ведь они идут более менее исторически дальше я как-то записал слава от человеков или святая еретичка жанна дарк тоже очень рекомендую кто уж имя это наверно жанна дарк слышал на каждый человек а вот что это было за жанна что было за эпоха ролик кстати на удивление для меня совсем небольшой всего 43 минуты кому интересно такие вещи рекомендую просмотра к просмотру все мои ролики они в принципе по сути контент уникальны в том плане что я свободный во христе ученик его и конечно же то как я подаю то как мне открыто но отличается ну по крайней мере от общей массы да как и называют какой-нибудь официальной истории да или еще что-то следующий ролик это про наполеона наполеон бонапарт об иисусе христе ну я думаю что многим известно чтобы бонапарт заканчивал свою жизнь на некоем ну можно сказать тюрьме на острове да в некой там башни неважно откуда невозможно было сбежать естественно человек который он же не был там просто убит дали самым как допустим гитлер покончил бы жизнь самоубийством его так скажем победили да ну и жить он оставался еще некоторое время вот он пребывал в этой тюрьме так скажем на острове естественному человеку заключенного как говорят всегда много времени поразмышлять да посидеть подумать над своей жизнью для этого людей в общем-то по идее у нас должны правильно если бы исполняли свои тюрьмы свои обязательства они так не зря на русь на росте в россии пока не называется из исправительными колониями человек по идее там должен исправиться да ну как говорили еще нам родить и в детстве посиды подумай над своим поступком до ролик не без интересной мысли бонапарта неважно опять сейчас уже я не буду трогать это принципе анонса не проповедь насколько это правда все что приписали наполеону правда ли он писала говорил это записывали все это неправда это уже оставим на сокровенное следующее видео я как-то в семнадцатом году было 500 лет реформации на в интернете было немножко шуму я записал свое видение по поводу этого так называемого праздника протестантов я его так и назвал 500 лет реформации православие или протестантизм что хуже ну естественно можете догадаться что они два сапога пара там выделить кого-то в хуже или лучше нельзя две сестры-близняшки там лучших или худших не найти они достойные друг другу чада братья и сестры и следующий это даже не два ролика один этот может сказать трейлер потому что кто знает в вашингтоне открыли как я его называю музей антихриста музей библии якобы библии это на открыли здоровенный музей на огромные деньги в него в бухли и в этом музее не нашлось места новому завету это музей библии и нам было умудриться создать музей библии в котором нету нового завета это удивительно да но антихристу и его слугам все по силу их него безумие нет предела ролик очень интересный всем рекомендую я просто здесь сделал такой анонс на этом канале то все мои каналы авторские сам видео на некий просто в интернете был сюжет на эту тему новости одни христианские я взял за основание и я редко пишу какие подкасты тем более в ю тубе так скажем это официально запрещено я говорю по всякие жалобы на авторские права мне такое видео записал выложил так называемый на свой серый канал который мне без разницы там заванит его не забанит я надо туда что-то выбрасываю я его по ссылке ну канал тут называется мировоззрение так он у меня давно я там всякую туда чуть выкладываю бывает ну и он на грани блокировки все время балансирует там куча жалоб вот но там есть я его по ссылке естественно в этот плейлист могу добавить без вреда для своего авторского канала ролик 54 минуты очень рекомендую к просмотру ну а этот так скажем просто трейлер можно сказать я по сути его записал чтобы с этого канала дать ссылку на это видео которое находится на другом канале потому что само это видео она в хорошем качестве подкаст я там делал хорошо слышный звук репортаж и мой голос вот но к сожалению сюда я его загрузить не могу в оригинале да на этом в принципе вот и все да у меня как коротко не получается поэтому надо останавливаться а то я не умею говорить вот он он весь мой плейлист который называется история кому-то он может быть интересен ролики конечно же они есть в общем плейлисте на канале проповеди где собираю их можно найти просто в анархаичном порядке может попадутся но кому интересно вот такие вот всем нам какие-то бывают ближе темы какие-то дальше я к своим плейлистом стараюсь вот такие тоже анонсы писать каждом ролике рассказывать я думаю все тем более они мне многие очень большие как вы видите час на ю тубе формат в основном котируется так скажем да это 10 минут вот ну я не такого формата человеку и и и и канал каналы мои мне кажется соответствует не такому формату у меня ролики от 30 минут это это очень мягко сказано в основном от часа до двух вот поэтому я вот такие анонсы считаю тоже не лишними чтобы тысячу раз людям на одни и те же вопросы не отвечать не давать какие-то частные каждый раз рекомендации одни и те же вот я делюсь обычно каким-то видео с кем-то или плейлистом видите в этом плейлисте всегда можно потратить 20 минут плей анонс у меня где-то в это время умещаются познакомиться и что-то заинтересует конечно же я рекомендую смотреть все достаточно последовательно вот даже в этом плейлисте вам будет интересно вот истории все события не сначала бонапартии читаете еще не узнав там историю ветхого завета до кратку ту который ролик записал или о монашестве там да и для жанни дарт то есть я их даже плейлист естественно так они по контексту будут соответствовать всему что я хочу записать да я даже один вспомнил у меня есть на библии хороший ролик который тоже по ссылке сюда можно добавить его отдельно специально записывал из книги откровения я записал видео о кто знает в первую мировую войну была испанка такая можно сказать чума до 20 века на в нее погибло больше чем саму первую мировую войну от рук друг друга до люди умирали не многие об этом знают я писал в контексте книги откровение но я помню что специально выделил в отдельно ролик вот опять же я сюда добавлю получается он будет вот предпоследнего пока у меня поэтому музей антихриста так скажем последнее видео добавить мне особо убавить нечего да ну по крайней по современности вот такой вот видео такой вот плейлист видео или видео анонс плейлиста моего история кому интересно всем рад угодить и доставить радость просмотра и если вас что-то назидает вы получите какую-то пользу примените ее в своей жизни чтобы обрести полноту счастья у меня на этом все я с вами прощаюсь всем желаю всего самого-самого благого и светлого вашей жизни если ролики мои будут нравиться из этого плейлиста ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны случайно попали жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео пишите обязательно ваши комментарии в них высказывайте ваши мысли размышления эмоции выражайте от услышанного и увиденного видео если будет желание делитесь социальных сетях на своих ресурсах этими моими материалами у меня есть авторский христианский сайт христолюб.ру всем рекомендую тоже посетить найдете до себя думаю много пользы все пока пока всех по-братски обнял поцеловал до встречи во всех моих видео спасибо